Здравствуйте, Шаватова, Готовов, хорошая неделя. У нас 153-й урок по Мишли. Мы находимся в 18-й главе на 3-м посуге. Говорит Шламамеллах, я думаю, что я прочитаю первые два на всякий случай тоже. Прихоти ищет своенравный, восстает против здравого смысла. Глупый, любит неблагоразуменно, только открыт свое сердце. С приходом нечестивого приходит презрение, а с бесславием стыд. Сейчас прочитаем это на иврите и попытаемся разбирать. Говорит Шламамеллах, б его раша, когда приходит нечестивец, ба гам бос, бус, приходит также стыд, позор. Вы им колонн херпа, и вместе с колоном приходит херпа. Колонн и херпа, это немножко трудно перевести эти два слова, поскольку по-русски они звучат одинаково. Он переводит бесславие и стыд, с бесславием приходит стыд. Но давайте посмотрим, как переведется это с помощью мальбума. Он пишет. Понятие цедок, не знаю, как его перевести, справедливость, милосердие, это в него, в понятие цадика, входит понятие уважать любого человека. В эдере хорошо им, а обычаи, пути, по которым идут нечестивцы, это наоборот неуважение, а левазот, позорить людей. Как сказано, выращай и вишвай их мир. И нечестивец будет делать стыд и приведет к херпа, к стыду тоже. Что нечестивец, который смотрит на других людей, они все для него несколько пренебрегаемы. Он им пренебрегает. В имя имца колонны, если он увидит какой-то изъян, в имя его херпа, он вместе с этим изъяном приведет с собой стыд. То есть колонну вэх гэфих лакавод. Сейчас он начинает переводить мальбум. Слово колонн он переводит как антоним, слово кавод, слово уважение. В эдерих раша, то, что обычно делает нечестивец, это левазот, это не вадим. Он начинает пренебрегать, пристыживать, открывать какие-то вещи, которые вводят к стыду, к пренебрежению людей, которые пользуются каводом, пользуются уважением. В элэхарэ вэ херпа эдэнэ кэлим. И делать херпу это еще больший стыд по отношению к людям, которых легко каким-то образом вот так вот принизить. Это то, что объясняет товарищ Мальбин. Гаон идет немножко по другому пути и говорит, что Я только хочу, чтобы вы вспомнили предыдущий пасук. В предыдущем пасуке Шлома Меллах говорит, Лоих потсксиль бетвуна, ке им бейтгалут либо, что не хочет глупец твуны, разума, а только раскрыть свое сердце. Объясняет Гаон, что когда глупец Ксиль приходит в бейтмидреж, он не приходит учить и понять Тору, но только для того, чтобы, поскольку он этого не хочет, но он приходит открыть, рассказать, что у него в сердце и раскрыть всем свою мудрость. Продолжает Шлома Меллах по мнению Гаона и говорит, что когда приходит Роша в бейтмидреж, то он не приходит, а только услышать кого-то, кто ошибется, для того, чтобы его левозо, для того, чтобы ему сказать какую-то вещь, которая сделает так, что в глазах других людей появится этот человек будет пренебрежаем, как-то стыдиться будет и так далее. В Омар и он говорит, гам бус, гам также стыд, имеется в виду, что вначале он приходит только найти какую-то вещь, вещь, из-за которой можно человека опозорить. А после этого, сам безайон, сам позор, приходит после этого, когда он начинает говорить что-нибудь. То есть, вначале он приходит, чтобы увидеть вещь, с помощью которой можно достигнуть позора у другого человека, и только после этого, когда он открывает рот, этот позор начинается. И он идет и начинает его опозорить. Теперь, им колонн херпа, когда приходит колонн, то есть, когда приходит какая-то вещь, стыда в бейтмидреж, то тогда приходит тут же херпа, какая-то, ну уже очень сильная ситуация, очень сильного стыда, сильного позора. Что тут же, как только какой-то недостаток проявляется, то тут же начинает этот роша, нечестивец, он начинает его тут же, лыхарпот бифнейк тейков, тут же начинает выводить это состояние маленького недостатка в состояние серьезного позора. И это то, что сказано им колонн херпа, что как только в присутствии него получается какой-то небольшой изъян, то тут же приходит огромное количество стыда, херпы, позора и так далее. Окей, это как бы такой простой пасук. Следующий пасук, четвертый пасук, объясняет немножко новый иньян. Воды глубокие слова у человека и поток, который струится источник мудрости. Такой отдельный немножко иньян закончились первые три пасука. Разговоры о том, как правильно себя ведет нечестивец, как неправильно он себя ведет. И теперь начинается объяснение, что делают в Эдмитрше другие люди. Майм аму ким дев рэй пи иш. А, в начале перевод. Майм аму ким дев рэй пи иш. Глубокие воды это слова в устах иш человека. Нахаль новея макор хохма. А источник, который бьет ключом, это источник понятия хохма, понятия мудрости. В чем разница между нахалем и макором? И то и другое переводится как слово источник. Я перевел словом ключ, просто не подобрал другого слова. Мальбин объясняет, что нахаль это неглубокая вода, а макор это там, откуда майм воды идут с самого низа и с большей глубины. Я не знаю, правильно ли я перевел словом ключ, просто что имеется в виду, понятно. Более глубокие или менее глубокие воды. Теперь читаем, как объясняет Мальбин посуд. Майм аму ким дев рэй пи иш. Глубокие воды находятся в словах человека, уст человека, который называется иш. Ма ши и дабэр адам. То, что говорит человек относительно слова хохмы, мудрости. Гу да лэ майм аму ким. Это черпает глубокие воды, потому что мудрость, она очень глубока. И она находится, располагается, спрятана в глубине души человека. И из этих источников, вот, когда она выходит наружу, до источника, от источника до выхода наружу этой мудрости, очень большое расстояние миомек лэм аль, от из глубины до верха. И тем не менее, источник мудрости, он как ручей, который новый атомит, который постоянно течет, без всякого труда. Потому что мудрость, она в ее природе заключена, в природе души заключена мудрость такая, что она идет, выходит и ищет из души, как выйти. И она выходит различными источниками наружу. Но природа, тело человека, и ецергоры, сердце человека, они стараются спрятать эту мудрость, и углубить ее, и не дать ей выйти наружу. До такого состояния, что человек, который хочет говорить и сказать слова мудрости, он должен сделать какой-то хевель, какую-то веревку, с помощью которой он вытаскивает до тех пор, пока эти воды не выйдут и не начнут собираться и выходить наружу. То есть, мальма объясняет, что в природе человеческой души заложена мудрость, хохма Торы, мудрость Торы. Но природа человеческого тела делает так, что эта мудрость не в состоянии выбраться наружу, до тех пор, пока ей не делают какую-то мышиху, какой-то способ, какое-то вытягивание, пока ее не вытянут наружу. И поэтому человек, который хочет сказать что-то мудрое, то в принципе в душе эта мудрость мудрость Торы у него заложена изначально. Окей, теперь попытаемся разобраться, как объясняет этот пасук Гаон. Гаон начинает с того, что он говорит «Май ма ма му ким де в рэй пи иш». Глубокая вода, она находится в словах, в устах иша. Кто такой иш? Говорит Гаон, начиная с того, что иш – это сар. Иш – это понятие уважения к человеку. Сар – это что-то типа министра. Человек, который ему дает сразу же, который титул. Какой это титул, высокий уровень понятия человека. И это человек, который учит лишма. И теперь я хочу, чтобы это как-то понять, обратиться к Гаону, где это объясняет более подробно. Объяснял нам когда-то, когда мы учили восьмую главу. И там было предложение, где он это объяснял очень подробно. Предложение такое. «Алейхам ишим икра», к вам, ишим, от слова иш человек, я обращусь, векули эль бней Адам. И голос мой обратиться к бней Адам, тоже переводится по-русски, иш бней Адам, одинаково переводится как «человек». Теперь, здесь он объясняет, что... Сейчас, одну секундочку. Есть пять имен человека. Пять имен, которым называется человек в Талмуде, и в Кумаше, и в Танахе, и так далее. Адам, первое имя. Гевер, второе имя. Все переводится, будет одинаково человек. Иш, третье имя. Бен Адам, четвертое имя. Эйнош, пятое имя. Эйнош, имя Эйнош, начиная снизу вверх, это самое низкое из уровней понятие «человек». Потому что до человека по имени Эйнош, который был потом Акадама, до человека по имени Эйнош, а я целым и лаким. Существовало понятие в человеке целым и лаким, образа и подобие Всевышнего. Но оттуда и ниже, то есть до нас, все изменилось. И об этом сказали в Медра Шраба, что от целым и лаким, от образа и подобия Всевышнего у человека осталась только самая низкая хина, самый низкий элемент. Точка. Значит, самый низкий элемент – это Эйнош. Что это, он пока не объясняет. Шния, второй, снизу вверх. Это то, что находится… А, извините, я неправильно сказал. Что не осталось Эйноша, а только самый низкий элемент. То есть, это второй элемент понятия души, которая Шитуфа де Гуфа, которая является компаньоном тела. То есть, в Нефише есть две части. Одна часть более духовная, другая более материальная. Более духовная часть, она как бы практически не отражается сегодня. А то, что отражается сегодня, после поколения Эйноша, и это то, что определяет Даргу, уровень понятия Эйнош, это часть души, которая присоединена к телу и является Шутавком, паньоном тела. И это пять имен, которые мы назвали, говорит Гаон, они соответствуют пяти уровней человеческой души. Сказано, Ашри Адам Мацахохма. Благословенный человек, который счастлив, человек, который нашел хохму, мудрость. Сказано, Адам Епик Твуна. Адам, он найдет Твуну мудрость. Твуна, имеется в виду Твуна от хохмы, Твуна от хохмы. Да, поэтому он называется Адамом, поскольку это нижняя, нижний уровень, который, не знаю, надо ли в это входить, который входит в понимание трех медот, нецехот и исот, которые относятся к понятию Твуна, и это Твуна ходошум, это вторая Твуна, и так далее. Я не знаю, надо ли мне это сейчас все объяснять, но он хочет сказать момент, я подумаю, надо ли, что я могу объяснить, если что я не сумею этого сделать. Нет, наверное, это то, что Гаун пишет здесь курсиво, мы пропустим. Таким образом, Гаун хочет сказать, что существует пять уровней, которыми называется человек, и эти пять уровней, они связаны с тем, что существует пять уровней души человека, и когда каждое из этих слов упоминается в Танахе, то имеется в виду в Псуким, то имеется в виду, что сейчас раскрывается именно этот определенный уровень. Поэтому, когда мы говорим, я возвращаюсь к нашему Пасуку, когда мы говорим Май Маму Ким Деврей Пи Иш, то Иш это самый высокий уровень из тех, которые могут быть, и здесь идет речь о том, что когда уста Иш этого высокого уровня человека раскрывают мудрость, то в этот момент выходят источники мудрости и начинают просто как ключ бить из этого человека. Кто такой Сар, кто такой вот этот Иш, чем это определяется? То есть это соответствует самому высокому уровню человеческой души из пяти уровней, это понятно более или менее, но чему это соответствует в этом мире? Какому поведению человеку это соответствует? Это соответствует тому, кто изучает Тора Лишма, тому человеку, который учит Тора, лошем шамаем во имя небес, во имя заповедей изучения Торы, как мы, по-моему, на прошлом уроке обсуждали. И получается, что Деврей Пиф, что слова, его уст, это Май Маму Ким, это глубокие воды. Анахаль, новая Макор Хохма, а источник вод, который берет, это то, что постоянно из родника вытекает новая вода, и Тора постоянно вытекает из этого человека заново и заново. Теперь этот кусочек Гаон сказал как бы, как простое понимание пасука. Теперь он пишет курсивом, что существует три уровня Хохма, Бина и Дат, которые мы уже много раз упоминали. Май Маму Ким, вот это понятие глубоких вод, глубоководные, ну, воды, которые очень глубоко, это соответствует тайну понятия Дат, который включается из двух понятий, поэтому называется Аму Ким. Омик Амук Мием Цен, он приводит посуду для того, чтобы доказать, что в понятии глубины, в понятии Дат есть две вещи. Это Май Маму Ким, поэтому это множественное число. И в Дат в него входят понятия Хес, это понятие Дин, поэтому оно всегда во множественном числе. И это Нахаль Нове, это тот источник, который выходит из-под земли. И это соответствует понятию Бина. То есть, Дат, он рождается из-под земли, то есть, из Бины, из более высокого уровня, о котором сказано, что вода вытекает из Эдона и орошает сад. То есть, Гаон здесь говорит о том, что источником мудрости человека понятно, что является Всевышний. Источник этой мудрости раскрывается в человеке только в том человеке, который учит Тора Лешма. Когда человек учит Тора Лешма, то он удостаивается того, что Всевышний открывает ему тайны Торы. Тайны не только на уровне книги Зогр, но тайны на уровне Хумаша тоже. И человек начинает понимать, запоминать и знать то, что говорится. И каждое его слово это как Маян Медгабер, как источник вод, который выходит с самого низу. Что значит исходит из низу? Имеется в виду, что из источника, который называется Хохма, Всевышний раскрывает, посылает его в человека. И человек начинает воспринимать это на уровне понимания Бины, которая всегда Каббала, восприятие той мудрости, которая ему дается. И это то, о чем сказано, что река выходит из Эдена и орошает сад. То, что находится внутри сада, то, что выходит наружу человека, это Даат, который выходит через его свойства, характера, и через то, что он может высказать то, каким он стал. Исходит это из Бины, в Бину это выходит еще выше из состояния Хохма. Здесь Гаун не стал объяснять, что есть пять уровней души и, соответственно, пять уровней знания Торы, которые может появиться. Он ограничился тремя, поскольку это соответствует Хохма, Бина, Дат, на самом деле, поскольку Дат раздваивается и состоит из двух, а на Хохме находится еще одно качество, которое называется Кетер, поэтому их тоже становится пять, но Гаун в это не стал входить, для того, чтобы как-то объяснить. И он продолжает и говорит. И это три вещи, которые упомянуты в Мишне. В Мишне Перкеа вот написано про человека, который занимается Торой Лишма, про него написано, что он любой человек, который учит Тору Лишма во имя Торы, ему открывают тайны Торы. То есть есть какие-то вещи, которые в принципе можно передать только от учителя к ученику один на один и тому ученику, который сам удостаивается их понятия. Возникает вопрос, а как человек сам может понять, если ему никто этого не объяснил. Ответ на этот вопрос, что идет Сюта Дишмая, помощь Всевышнего со стороны Творца, приходят некоторые знания и ему открывают Розай Тора, но открывают тем людям, которые учат Тора Лишма. И это те Майяма Муким, те глубокие воды, о которых мы сейчас говорим. И это то, что Мишна Медгабер, источник, который Медгабер. Что значит Медгабер от слова гвура усиливается? Имеется в виду, что есть обычный бор, есть обычный колодец. Этот обычный колодец, он туда залили воду, вот эта вода в нем есть. Есть колодец, который является Майяном. Майян это источник воды. То есть это не только то, что туда попало, но то, что оттуда постоянно течет. Поэтому человек, который наполняет себя водой Торой, то в результате, если он наполнил водой Тора Лишма, то он повторяет Лишем Шамаем во имя небес, то он превращается из сбора в Майян. Он превращается из обычного бассейна в источник, из которого начинается идти вода, та вода, которую в него никто не влил. Она сама начинается выливаться снизу. И это Макор источник, который называется Макор Хохма, источник мудрости. И это как будто река, которая никогда не прекращает течь. И это то, о чем сказано Нахаль Навея. Тот источник, тот Нахаль, как Нахаль, ручей, который течет, продолжает течь. И это сказано, об этом сказано. Он приводит цитату. Цитату о том, что человеку дает совет, что человек должен быть скромен раз, Эрих Руах два, то есть у него должно быть долгое терпение, он должен прощать то, когда его обижают, должен подниматься над своими действиями. Эти вещи, которые мы только что перечислили, которые дают ЭЦУ, совет, как себя вести человеку, который учит Тора Лешма, что означает учить Тора Лешма? Это ровно наоборот тому, что мы говорили первые три пасука. Когда мы говорили, сейчас мы говорим гавой цану, быть скромен. Это наоборот тому, что сказано лоих постк стиль. Не хочет глупец прийти в Байт-Мидреш, а только, чтобы проявить себя, рассказать, какой он умный. Киим бейт галот лебо, он хочет там легалот свое сердце. Дальше. Человек должен быть в Байт-Мидрше ровно наоборот. Не стремиться показать, насколько он хорошо понял, знает и так далее, но вести себя скромно, слушать, а не наоборот. Эрих Руах. Что это значит? Это антоним тому, что мы говорили. Им колонн херпа, что вместе с небольшим-небольшим каким-то, с какой-то мелочью, когда человеку, ну, что-то человек плохое сделал, что ему можно пристыдить, с этим вместе приходит херпа, приходит уже такой серьезный стыд, когда из-за какой-то мелочи человек, который ксиль, начинает стыдить человека и позорить его вокруг тут же. Но человек должен быть наоборот, эрих Руах, то есть он должен быть очень долго, его дух должен долго терпеть любые вещи. У Махеля Аль-Аль-Бано следующее, что он должен делать, он должен прощать то, что его опозорили. Это то, что сказано Ба-Гамбуз, что когда приходит ксиль глупец Ба-Тмитрш, он приходит с самого начала с Кованой искать возможности лавуз опозорить. Но человек, о котором мы сейчас говорим, Ма-Эм-Эм-У-Ким Деврей-Пи-Иш, человек, которого Шлома-Мэллах называет Иш, он не только не миваза, он не только не позорит других, но он прощает того, кто его позорит. И это то, что сказано Ба-Холь-Та-Ши-Ид-Галэ, со всем спасением он будет Ид-Галэ, то есть, что у нехорошего человека Ид-Галэ раскроется его колонн, его позор для многих людей. Но человек, который Иш, он меморатор аль-Коль-Масим, он должен подниматься над всеми действиями, то есть, должен не обращать внимания над всеми действиями, которые делают даже против него. И такой человек называется Иш, и этот человек, который достаивается того, что он пришел в Баэт-Мидрэш для того, чтобы получить информацию, а не чтобы ее дать, он пришел не для того, чтобы похвастаться, как он умный, сообразительный и так далее. Но об этом человеке сказано, что Маим Амуким Деврей Пииш, что его слова превращаются в глубокие воды, и это источник, который постоянно бьет ключом и не кончается и продолжает как бы вот выходить наружу. И это соответствует, такой человек соответствует трем уровням, которые мы только что сказали, уровень Хохма, Бина и Дат, который из Хохмы Хакодаш Барагу посылает свою мудрость в этот мир, к Тору, и она находится, приходит к человеку через Бину, подобно реке, которая вытекает из Эдона для того, чтобы орошать сад. И вот когда она приходит к человеку, то она приходит и в нем уже она концентрируется в состоянии, которое называется Дат, и такой человек называется Юдея, человек, который знает. Это Дат, Тойра, то, о чем мы так часто говорим, что к Дойлям, у наших мудрецов, которые занимаются, как бы, к Дойлям, руководят поколениями, у них есть понятие, которое называется Дат, Тойра. Тора вошла в них в состояние Дат, и поэтому мы обращаемся к ним с советами, даже не связанные с теми кусочками Торы, которые они выучили, и они не будут отвечать, что так-то и так-то написано в таком-то месте Гимора, потому что часто бывает, во всяком случае, что вопросы задаются не по теме, о которой говорит Гимора, но Акодыш Баругу, Мигале, Всевышний, раскрывает подобным людям разей, Ойлам, свои тайны, и это то, что приходит к ним в состоянии Дат, и это те люди, о которых мы говорим, что они наполняются Дат, Тойра. Окей, в предложении, четвертом предложении восьмой главы, здесь, я не знаю, помните вы или нет, там было несколько предложений начала восьмой главы, где весь Гагро был написан курсивом, весь Гаун-Мивильна не нашел фактически пшата этих предложений и объяснял их исключительно с помощью вот Альписот, в тайном смысле. И это предложение, которое нас интересует, Алейхами Шим и Кра, К вам я, Ишим, обращаюсь, Коли Эль Бне Адам, И голос мой услышит Бне Адам. Таким образом, Коли, это более низкий уровень, чем обращение, Бен Адам, это самый низкий уровень понимания Дарги, уровня того, что называется человек, Иш, это самый высокий. Поэтому в этом пасуке сказано, что Гакодыш Барагу обращается к Ишим, но его голос услышит Ибн и Адам тоже. И Гаун объясняет, что обращение Всевышнего это хохма, которое Всевышний дает людям, это и есть Розе и Алама, о которых мы говорили, это хохма, но Бне Адам, не Ишим, а Бне Адам, они не могут удостоиться выйти на уровень хохма, но они могут удостоиться выйти на уровень бина, на уровень какого-то разума, какого-то понимания, но внутри человека это все всегда будет должно сконцентрироваться и стать спроектированными на уровне даат. Я уже много раз говорил, но мне придется обсудить разговор, он нас очередной раз сводит в это сугью, что понятие хохма, бина и даат это понятие верхняя информация, которая передается вниз, это хохма. Человек, который принял эту информацию, он ее должен каким-то образом обработать. Это понятие обработки называется бина, это анализ той информации, которую человек получает сверху и даат это в тот момент, когда информация и он становится единым целым. Первое слово даат происходит в Торе, когда встречается в Торе, когда сказано воеда Адам от Хава и познал Адам Хаву, они стали единым целым и даат это состояние объединения с той частью Торы, которую я выучил. Это понятие называется даат. Но этот даат не может произойти без бины, так же, как не может произойти в общем без хохма, но Мишна в трактате Перкевод говорит Эйн хохма Эйн бина Эйн бина Эйн хохма Эйн бина Эйн даат Эйн даат Эйн бина То, что даат связан напрямую с хохмой, этого не говорится, потому что только даат может прийти к человеку только через бину, без этого невозможно. Но бина не может возникнуть без хохмы. Поэтому существует вот такая вот лесенка своеобразная и самая низкая часть человеческой души, она может получить только даат, но этот даат все равно должен бассироваться на хохме бина. Но когда мы говорим о человеке Иш, то это человек, который удостоился понять каким-то образом, выйти на уровень. То есть, его верхняя часть души коснулась хохмы Всевышнего, это намного-намного выше, но и эта хохма у него перешла в состояние даат, то есть, он стал Михубаркни, он стал соединен с ней и теперь он живет на уровне хохма-драшем. Окей, это примерно то, что здесь говорится. Таким образом, я не знаю, как правильно перевести пасук, я продолжаю не знать, как его переводить. Пасук, который говорит Майяма Муким, глубокие воды, Деврей, слова Пи-Иш, слова человека, человека с большой буквы, человека на самом высоком уровне его человечности, Нахаль Наве Макор Хохма, и из источника хохмы, из источника мудрости идет Нахаль, который является Биной, который является Биной, я не буду переводить, для того, чтобы пройти и дать человеку, Ишу, выйти в состояние даат, и это и есть Макор Хаим, который, Майяма Муким, который из него выходит. Окей, следующий пасук. Он говорит, пятый пасук, лицеприятствуюсь нечестивому нехорошо, творить кривиду праведному на суде. Он примерно перевел, я только не знаю, что такое кривиду и так далее, но суть примерно понятно. Говорит, шлом Амеллах так, сейт, кривда, это несправедливость. Как? Я не врубился. Сейт пнейраша лотов. Лицеприятствовать. Что значит лицеприятство? Что значит сет? Это когда человек оказывает какие-то знаки внимания нечестивцу, в том числе, когда он оказывает какие-то действия, которые не соответствуют его поведению. Например, если это происходит в суде, то это судят, склоняют суд в неправильную сторону. Это понятие ла сет паним. Это понятие, я не знаю, как по-русски перевести, лица приветствовать. Так вот, когда человек сет пней, склоняет свой паним, свое лицо к раше, к нечестивцу, то это лотов. Это нехорошо. Почему это лотов? Потому что это придет к тому, что человек придет к тому, что изменит правильность, склонит суд праведника и склонит его в неправильную сторону. Поскольку на суде всегда бывает два человека, раше и цадик, то в случае, если человек идет, наклоняется, склоняется в сторону к раше, то естественно, волей-неволей он ущемляет праведника. Поэтому в любой ситуации, когда мы чего-то хорошее делаем раше, это всегда будет нехорошо. Это то, о чем говорит Шлом Амеллах. Попытаемся это разобрать вначале с Мальбимом, потом с Гаона Мивильна. Говорит Мальбим. Квар Амар, уже сказано. Кеонышлы цадик, лотов, что наказание, если получает цадик, то это нехорошо. Шиушейла, шишелимба ангат, что это тот вопрос, который часто задают вопрос по поводу управления миром Всевышним. как может Вашем, почему Всевышний наказывает праведника? Это вопрос, который возникает. На это говорится, что Хоши Хамарав, Еде, Дат, что те, кто знают Дат, Гамавиль, Махриш, Хахам, Яхшов. Что человек, который задает этот вопрос, он Авиль, а Хахам, мудрец, он этот вопрос будет думать, но не будет выводить его наружу, не будет задавать. ВЦР. И у нас есть в СИЮР рисунок. Шавиль, что есть люди, даже глупцы, которые иногда промолчат и не будут задавать этого вопроса, потому что Авиль, это человек, почему глупец не задаст этот вопрос? Потому что глупец, он спорит с законами мудрости. Почему он спорит? Потому что они вызывают у него свекот, у него вызывают сомнения. ВЕЙНА РОШАМИПНЕЙТАВАТО, но он не является РОШОЙ НЕЧЕСТИВЦАМ из-за своих желаний каких-либо отрицательных ТАВОД. Поэтому иногда он промолчит и не задаст вопросов таких, поскольку у него нету ДАВАР-БАРУР, у него нету явных ответов, у него есть только свекот, только сомнений. Но КСИЛЬ, это человек, который в общем более или менее владеет мудростью, но у него есть проблема, что постигнуть мудрость ему мешает его ТАВОД. Он ЕДЭХАКЕЙХАХМА, он знает законы мудрости, ВЕХОЛЭКАЛЭЙХАМ, но он с ними спорит. Из-за чего? Потому что ЭКПАЛАВТАВАТО, его заставляет это делать, его ТАИВА, и ищет ЛИХАПЭС АЛИЛУД БАРАША, и он ищет способы нападения на, то есть нападения наоборот, как как оправдать РОШУ. ВЕСВАТАВЕГО ОБЕРИФ, и его уста приходят к ссоре, к спорам, и он начинает спрашивать вопросы, оба вопроса. АЛИАЦЛАХАТ РОШУ. Один вопрос, как Всевышний может допустить, что РОШУ, нечестивец, будет хорошо жить в этом мире, откуда у него ГАЦЛОХА? И таким образом, когда он это спрашивает, он СЭТ ПАНИМ РОШУ. Он задает вопрос, ЛАМА ИСЭ АШЕМ ПНЕ РОШУ ВЫЛОЯ НИШЕГУ. Почему Всевышний ЛЕЦА приятствует РОШУ и не наказывает нечестивца? Почему? МАДО АДЕРИ ХРОШУ ИМ СЛАХА. Почему Всевышний делает так, что нечестивцы живут так хорошо? Зачастую, мы знаем, что это очень часто бывает, лучше, чем праведники. Почему АКОДАШ БРАГУ это делает? ВЫЛОТО ВЛАТО ЦАДИГМИ МИШПАТ. И нехорошо Всевышнему склонять ЦАДИКа, то есть делать плохо праведнику в МИШПАТе. То есть, почему к ЦАДИКу, к праведнику приходит ИСУРИМ, приходят страдания, приходят несчастья. Эти два вопроса, которые задает КСИЛЬ, по МАЛЬБИМу мы видим, что весь этот перик в основном говорит о понятии КСИЛЬ, и мы уже в прошлый раз обсуждали, что разумный человек должен сдерживать эти вопросы, потому что есть вопросы, на которые любой человек знает, что у него нет ответа, у него есть общее направление ответа, но детализировать этот ответ невозможно. Машир Абейну получил ответ от Всевышнего, что человек этого сделать не может Лои Рейни, а Адам Хай. Поэтому вопрос задавать и входить в детали, это иногда бессмысленно, несмотря на то, что мы видели, что их вся книга ЕФ написана на эту тему, и в Геморрот эти вопросы поднимаются, и многие Решоним и Ахроним занимаются этими вопросами, и Раша, и Рамбан, мы это обсуждали в прошлый раз, тем не менее есть какой-то гвуль, есть какая-то граница, до которой можно задавать этот вопрос, и потом это перестает что это есть то, о чем говорит Шлома Амеллах, когда он говорит, каким образом Ксиль глупец, глупец, которому мешают таавот, каким образом он, который хочет сказать, что Гакодыш Гругу неправильно управляет миром, потому что если он скажет, что это происходит правильно, то у него исчезает свобода выбора, он не может идти на поводу своей тайвы, поэтому он формулирует вопрос, как может быть, что Всевышний лицеприятствует нечестивцу, и как может быть, что Всевышний Цадика склоняет в неправильную сторону суд Цадика. Это вопрос, который задает Ксиль, несмотря на то, что Авиль, я уже не говорил о Хахаме, подобных вопросов задавать не будет, потому что это не имеет никакого смысла. Теперь, Гаон переводит этот вопрос совершенно иначе, чем Мальбим. Он пишет, что если Лфимальбим этот вопрос задается нечестивцем, Раша задает этот вопрос, то по Гаону здесь речь идет о другом. Это предупреждение, которое дает Шлам Амеллах людям, которые начинают думать об окружающем мире, и он говорит, лотов ли сапаним лороша, что нехорошо для человека, не для Всевышнего, а для человека взять и лицеприятствовать нечестивцу, а филобадеврайтора, даже в вещах, связанных со словами Торы. Что имеется ввиду? Человек не должен соединиться Ли-Тхабер с Рашой даже для того, чтобы Ли-Кареф и Воле Тора. Так написано во Водда Робиносом. Есть понятный вопрос, особенно для многих русских евреев, которые сделали Чуву, и понимают, что другие евреи, которые этот Чуву не сделали, они это не сделали не потому, что они плохие, а потому, что они были тенокорщи-нижба, это украденные младенцы, и как-то обидно, что люди далеки от Торы, и очень хочется им объяснить, показать и так далее. И одна из вещей, которая для этого происходит, это стать с ними друзьями, Ли-Тхабер с ними, подружиться, для того, чтобы каким-то образом показать им, раскрыть им Тора с некоторыми шансами, а вдруг они услышат, увидят и начнут соблюдать заповеди. Так вот, в Авод-де-Рабиносен написано, что ты не имеешь права, человек не имеет права соединиться, стать другом Раши, даже для того, чтобы его присоединить к Торе. Это Авод-де-Рабиносен, девятый перик, четвертая Мишна. Авод-де-Рабиносен это еще один вид перкеавода, есть перкеавод, который мы обычно учим, с которым мы хорошо знакомы, это перкеавод, который есть в Сидури, это сокращенный вариант перкеавод. Есть еще один перкеавод в геморре Авод-де-Зойра, в конце Авод-де-Зойра, приведен перкеавод Перкей-де-Рабиносен, где он приводит, если я не ошибаюсь, в Авод-де-Зойре, спасибо. Если в нашем перкеавод есть пять глав, и шестая глава уже как бы дописана, это не Мишна и Сабарайтов, то Авод-де-Рабиносен, я даже, честно говоря, не помню, двадцать с чем-то глав, меня сейчас заинтересовало, там не тридцать ли глав. Момент, сорок одна глава, и в девятой главе Авод-де-Рабиносен есть Мишна, девятый, нет, извините, в шестой главе, Авод-де-Рабиносен есть Мишна, многие из этих Мишна повторяют те Мишны, которые есть у нас. Он говорит, Йосибен Язар говорит, «Ебайтехабайтваатлахохомим». Это Мишна, которая часть из нее есть прямо в нашем тексте Перкеавод. «Пусть будет твой дом домом ваат, домом открытым, где советуется хохомим». Кейцат. Каким образом? «Миламетшеебайтошель адаммизуманлахохомим». Он говорит Рабиносен, что Мишна учит нас тому, что дом должен быть открыт и предназначен для того, чтобы туда приходили мудрецы и ученики учеников. Кейадам, как человек, который говорит своему товарищу, «Я храню для тебя это место, приходи, это место будет свободно, я для тебя его занял». И по-русски, «Я занял это место для тебя». Так твой дом должен быть занят для того, чтобы там всегда была возможность прийти Талмидихахаму, ученику, ученику, учеников и так далее. Это первое объяснение. Другое объяснение. «Пусть твой дом будет ваатла хохомим, местом ваада, собрания хохомим». Каким образом? «Когда Талмидихахам не хнасат слэйха, когда мудрец ходит к тебе, сказать тебе, то ты ответь мне то-то и то-то. Если есть у тебя возможность ответить, то ответь ему, а если нет, то по трубам отпусти его сразу же». То есть, речь идет о каком-то даянии, о каком-то очень высоком Талмидхохаме, к которому приходят люди советоваться, советоваться, задавать вопросы. И вот приходит к человеку по имени Рувенцер, который большой-большой Талмидхохам, человек по имени Шимон посоветоваться по поводу какой-то мишны, геморы и так далее. Если у тебя есть ответ, ответь сразу же, если нет, сразу отпусти его. Вальи, шеф Лифанейха, луа ламитай, пусть он не сидит перед тобой не на кровати и не на стуле и не на скамейке, а только пусть сидит перед тобой на земле и каждая вещь, и вещь, которая выходит от тебя, прими от него, от него, прими, пусть будет принято со страхом и так далее. Один момент. Я ошибся. Это... Сейчас. Да. Это то, как надо принимать Талмидхохама. Я не совсем ошибся. Это то, как надо принимать Талмидхохама в своем доме для того, чтобы ты всегда держал место для Хохама у себя. Теперь. Это мишна почти в этом виде перечислено в Пирке. Теперь. Здесь сказано о том, что человек должен стать хавером, должен ли Тхабер соединиться с хахамом, с мудрецом, настолько, что постоянно у тебя в доме должно быть место для мудреца, и ты как бы занял для него место. Это уровень товарищества, я не знаю, как по-русски найти этого слова, и Тхабрута, соединение очень высокого уровня. Продолжает Рабин Оссен и говорит, «Ваальти Тхабер Лараша, 9-й перег, 4-й мишна, и не соединяйся с нечестивцем». Миламет это учит. «Шилой Тхабрадам и Мадам Ра, что человек не должен соединиться с плохим человеком. Влое Мадам Раша и с человеком нечестивым. Шикен Мацин и Ваешафат Шитхабер Баехав». Вот мы видим в Танахе, что Ишафат он соединил со царем Ихавом. «Ваала ему Рамот Гелат». И пришел с ним вместо Рамот Гелата «Ваеце Алав Кацав». И там возник гнев от Гошема. «Шубни Тхабер Лаахази». Он расстался с ним, присоединился к Азии. Другому, не самому. «Ваесу Аниот Баеце Вон Гавер» и так далее. И снова Парад с Гошемат Маасав. Всевышний раз гневался над ним. «Убей Тхабрэха и Махази». И когда он соединился с Ахази, Парад с Гошемат Маасейха «Ваешберу Аниот». И те корабли, которые они строили, Всевышний разбил их ветром. «Викен Мацинуба Амнон». И то же самое Амнон, который с Янодавом и так далее. И заканчивается эта мечна. Я не хочу читать. Тут много примеров из Танаха. И заканчивается эта мечна. «Давара Хэр». Другое объяснение. «Альти Тхабер Ла Раша». «Нельзя соединяться с Рашаем». «Афилу Ла Тора». «Даже для Торы». Что имеется в виду, что нельзя соединяться даже для Торы. Один момент. Здесь есть или нету ссылка. Поскольку, говорит комментарий Гаона на эту Мишну, есть Гаона Перкейда Робиносона, он говорит, «Поскольку, когда ты соединяешься с Рашой для того, чтобы учить Тору, он будет обучать тебя Тору и добавит к ней лжи». То есть, ты выучишь Тору Ла Шекер. Это будет Тора, не Тора Сэмис, а Тора Шекер. Таким образом, попытаемся вернуться к тому, что мы учим. Что у нас теперь получается? Он говорит, как Гаон объясняет этот пасук, что ты не должен склоняться в стороны Раши, даже для того, чтобы учить Тору. И в другой гирсе, я не знаю, где эта гирса есть, хотя нет, да, есть эта гирса, но у меня, ни у Гаона, ни здесь нету, но у меня в примечании есть гирса, что не надо к нему присоединиться, чтобы ликарефа Тула Тора, потому что в нашей гирсе, в нашей версии, чтобы учить с ним Тору. Здесь написано, даже для того, чтобы присоединять его к Торе. Или любая другая вещь, потому что, если ты начнешь склонять в сторону Раши, присоединяться к нему и судить с лучшей стороны Рашу, то волей-неволей ты придешь к тому, что ты даже цадика искривишь его суд, и цадика будешь судить неправильно. Потому что, я могу привести какой-нибудь пример людей, таких людей, я думаю, вы встречали неоднократно, я точно, людей, которые кричат о том, что надо хорошо любить всех евреев, евреев, которые не соблюдают заповеди, они наши ближние, к ним надо хорошо относиться и так далее. Обычно следующим ходом говорится, а вот какой-то верующий человек к ним плохо относится, сволочь. Это обычно звучит следующей фразой. А вот есть такие, которые относятся плохо к неверующим, а вот мы такие хорошие, мы относимся хорошо ко всем. Когда-то Брискиров сказал, что когда ему слишком много рассказывают про любовь к Исроилю, любовь к евреям, то, как правило, у этого человека плохо соблюдение месот, сказал Брискиров. Это очень часто бросается в глаза, не надо быть семипедией во лбу, чтобы это увидеть и понять, почему одно заменяет другого. Здесь Шла Муамеллах, по мнению Гаона, прямо предупреждает о том, что в тот момент, когда ты будешь с лучшей стороны судить Рошу, волей-неволей ты склонишь в обратную сторону Дин Цадика, Дин Праведника. Особенно, если это суд между ними. Самый простой пример. Роша и Цадик судятся друг с другом, ты начинаешь говорить о том, какой хороший Роша, в этот момент ты говоришь, что второй человек, который против него, соответственно, не такой хороший. И это как бы вещи, которые более или менее очевидны. Теперь я хотел добавить одну вещь. Я не знаю, откуда это взято и так далее, но в свое время, когда я, честно говоря, не хотел поехать в тот год в Ленинград, но меня Роша Шеватамиров, Илья Заркуголь, в общем, не знаю, как правильно сказать, в общем, заставил поехать в Ленинград на целый год в школу. Мне очень не хотелось. И всякие аргументы, которые я тогда говорил, он их все легко отбил, но один из аргументов, я сказал, что вот там вот люди, которые ездят в Россию, многие люди, и я остался при своем, религиозные, которые приезжают туда преподавать через некоторое время, их религиозность и их праведность падает на очень серьезном уровне, и очень бы не хотелось туда попасть в такой ситуации. На что он мне сказал, что есть гемора совершенно на другую тему, по поводу посуды, кашировки, трефомании, и кашировки посуды. И есть Дин, что человек, который полет, он ло бале, человек, который, не человек, там про посуду сказано, посуда, которая отдает, она не принимает. И также он сказал, что человек, который дает слова Тори, он не примет туму. Надо просто, если занимаешься тем, что ты общаешься с людьми, понятно, что в данном случае люди ждут не Арашоем, а Синок Шинишба, ребенок, который украден, и ты не можешь с ним не разговаривать, когда ты преподаешь, когда ты с ним учишься и так далее. И то, что говорит здесь Агро, что он тебя научит Шекеру, сказал мне Расшишева, что в тот момент, когда ты даешь, ты не принимаешь. Но в тот момент, когда ты перестаешь давать, то в этот момент ты начинаешь принимать, поэтому в ситуации, когда ты работаешь с этими людьми, нужна действительно определенная техника безопасности для того, чтобы не случилось, то он мне правда, может быть, он тогда и привел этот посох, Ишла Муамеллах, и я ничего не понял, я вполне могу не исключить этого. Но фактически это то, о чем здесь сказано, о том, что когда ты начинаешь приближаться к Раше, то ты можешь цадика в суде опустить и склонить в другую сторону, и в первую очередь цадиком называешься ты сам. Понятно, что поскольку мы не очень цадиким, то вероятность опуститься всегда еще больше, и это такой важный пункт понимания Гагро, того, что сказал Шлома Муамеллах, Мальбим же говорит совершенно про другое, Мальбим считает, что пасук рассказывает нам не о том, как я должен судить каких-то людей, а о том, что человек не должен интересоваться, почему Всевышний на сэ по ним начинает лучше относиться к Рошой и хуже к цадику. То есть, это продолжение той самой мысли, что нам нужно как можно меньше интересоваться вопросом, почему есть цадик, которому плохо, и Роша, которому хорошо. Совершенно два разных пшата, два разных понимания этого пасука. Окей, я думаю, что можно постепенно переходить к пасуку номер какой? Номер шесть, да? Уста глупого входят в ссору, а рот его вызывают побои. Это очень близко к тексту перевод. Севтей, ксиль, его оба риф, уста ксиля приводят к ссоре, к риву, пиф, а, до этого сказано слово севтей, это уста, с фатаем, пиф, это рот, а рот входит, приводят к битью, к битью призывает дословный перевод. Теперь вначале мы посмотрим, как объясняет Мальвим в коротеньком своем комментарии, который называется перевод слов. Он говорит, что я уже объяснял, что сфатаем, я перевел как губы, это показывает на внешнюю часть речи, но слово пиф, рот, это то, что показывает на дибор-панемии, на внутреннюю речь. Поэтому здесь добавляется, что пиф приводит к мегаламот, у михате аль риф и приводит к соре, у макэшель сфатаем, но высказывание сфатаем, я мегаламот потом переводить буду, когда мы доберемся до смысла, но риф, который приводит макэшель сфатаем, те препятствия, которые ставят губы, объясняется во всей книге, что ксиль это хуже, чем овиль. Мальвим еще, я не знаю, уже 10-й, 15-й раз не считал сколько, Мальвим снова нам рассказывает разницу между понятием ксиль и авиль. Авиль это человек, которого есть свекот. Ксиль это человек, который знает и собирается восстать из-за своих тавод. Поэтому сказано раньше в 17-й голове, что авиль ехриш, Мишей и Лазот, что авиль промолчит и не задаст этот вопрос, но ксиль, его уста, его внешнее проявление уст, они придут к ссоре и он не будет молчать и не будет сжимать свой рот. Теперь смотрим, как объясняет Мальвим. Мальвим очень много в конце прошлого этого перика идет по одинаковой линии и у него то, что говорит Шла Муамеллах больше как бы идет как одна линия. У Гаона это разные советы, которые дает Шла Муамеллах и это не просто отдельный дрошот, они на самом деле тоже соединяются, но нужно увидеть небольшую разницу в Дерихе комментарии, в том, как они комментируют. Мы уже говорили, говорит Мальвим, что он для цадика, секунду, я не туда полез, извините, он говорит, что сфатаем уста они говорят внешнее проявление речи. П, рот, это то, что внутренняя речь, которая говорится Б, хохма, с мудростью. Ксиль, когда он спрашивает тот же самый вопрос, который он спрашивает у нас с 17-го перика, а именно вопрос, как может быть цадик, которому плохо и раша, которому хорошо, это связано с внешней частью разговора, с устами, которые говорят внешние вещи. И они уже, даже они, приводят к тому, что начинается спор, ссора, риф по отношению к ашгохе, к понятию ашгохе, к понятию того, что Всевышний наблюдает за этим миром. И когда он говорит ртом, то есть лфи омек хохма, из глубины своей мудрости, то эта ссора очень сильно увеличивается до битья, у до и до гакаот, это битья, до ударов, в ле мегаламот. И тогда он хочет выяснить гангагу эту против хоккей хохма. То есть, когда он доходит до состояния понимания, уже внутреннего понимания, пользуется своей мудростью, а мы договорились, что в отличие от Авиля, который все время местопек, у него есть сомнения, Ксиль, он знает, о чем идет речь, и имеет ковоне, что из-за своих тавот он будет восставать против Всевышнего. То после того, как он начинает задавать вопросы, оперируя своей мудростью, которая у него в общем присутствует, то в этой ситуации он уже начинает не просто ссориться со Всевышним, а это уже, как здесь написано, сокрушение для его души. То есть, Магамот он переводит как сокрушение. Что имеется в виду? Что когда он просто задает внешние вещи, ну как вот такой хороший человек, а ему плохо в жизни, как вот такой мерзавец Всевышний ему что-то здесь не то. Это одно. Но когда он начинает философствовать и подводить под это какие-то мысли, например, когда Элифас и компания, которая пришла к Иову, пытались объяснить Иову, из-за чего Иов страдает, как может быть садик, которому плохо. И объяснить Иов второй вопрос, который задал, как может быть Роша, которому хорошо. И строили на этом целые не знаю, как это назвать, целые здания из мыслей, которые базировались на целой теории философской, которые были построены на неправильных объяснениях. Рамбо пишет, что подобные теории потом в греческой философии разные философы развивали, Платоны и так далее. И когда эти теории выходят, базируясь на неправильной хохме, которая находилась, мудрости, которая находилась, и уходят из глубины, то это уже не просто вопрос, ну как так, который само по себе тоже плохо, и Всевышний гневается на то, что такой вопрос возникает, и на него ответ уже известен, что ты, человек, этого не можешь до конца понять, а общий, общий махалах, общие пути более или менее известны. Но в тот момент, когда человек не просто задает вопрос, как так, а начинает на этом строить теории, восстающие против Всевышнего, то это уже приводит не просто к некой ссоре со Всевышним, это приводит к побоям, местам, скорее всего, все-таки не физическим, а значительно более серьезным, и приводит к сокрушению этих людей, которые задают подобные вопросы. Таким образом, Фимальбин, Шломамелых здесь дает к силям предупреждение, что товарищ к сил, перестань быть к силям на эту тему, потому что, если ты будешь говорить внешне, то тебе будет плохо, а если ты будешь еще более трудно и кушьет задавать, то тебе будет неплохо, а очень плохо. Это кавана пасука Алфимальбин. Гаон, поскольку он в общем не то, что не согласен с этой идеей, идея абсолютно правильная и стопроцентная, он считает, что Шломамелла хочет здесь нам сообщить немножечко другую на куду, поэтому он объясняет этот пасук совершенно иначе. Успеваем мы, да, более или менее. Он говорит, что уста к силе, не, секунду, я перепрыгнул, уста к силе приведут к ссоре. К силе, он постоянно хочет ссориться со своими товарищами. Гаон объясняет, что к силе это человек глупец, не тот, кто мудрый, который раша из-за своих того, а просто человек, которому не хватает немножко понимания из-за своего рашаидства в том числе. И его задача, если вы заметили, что Гаон во всех этих пасуким объясняет одинаково, что его задача внести ссору в Бэтмидраш, Левазот, опозорить человека и так далее. Поэтому он постоянно приходит к человеку и постоянно хочет его каким-то образом позорить. Теперь спрашивает Гаон, и что вы на эту тему думаете, как на эту отреагируют его товарищи? Он говорит, мистама из общих соображений. Лойш-то куло. Люди, к которым он приходит для того, чтобы с ними ссориться и позорить их, не будут молчать. Ки, михар-пам-тамид, поскольку он их постоянно позорит. Поэтому ми-хо-ли-сазот, кто это может выдержать? Воеволе деякаот, поэтому в результате люди просто его побьют. Не так, как объясняет Мальбин, что удары будут со стороны Всевышнего за то, что он задает вопросы, про которые несколько раз сказано, что ты не можешь понять ответа на этот вопрос, потому что ты глупец. Здесь же, говорит Гаон, по другой причине ты глупец, ты начинаешь со всеми ссориться, начинаешь всех позорить, в результате тебя просто побьют за это, кто-нибудь не выдержит, это даст морду. И это то, что сказано. У пиф, то есть пиф это внутреннее высказание, более глубокое, лэмалмот и каре, шейко, что такое мэмалмот, говорит Гаон, это удары, его рот приведет к тому, что его подбьют. Это первый комментарий. Второй комментарий, что бавон лошенгора, тут у меня очень много подготовлено, но я явно совершенно не успею это сделать. И второй комментарий говорит, что из-за лошенгора, который говорит ксиль, то есть его уста приводят к ссоре, поскольку то, что он говорит, он говорит лошенгору. Его уста приведут его к тому, что у него будут раны. Что значит раны, которые его, первый комментарий говорит, что его просто побьют, не выдержат, дадут морду. Второй комментарий говорит, что из-за этого приходят ныгоем, приходят язвы, проказы и разные другие язвы, которые приходят к человеку из-за его эцингора. И это то, что сказано, что род Ксиля, когда он говорит лошингору, то это приводит его самого к ныгоям, к тому, что он сам себя приведет к тому, что у него будут язвы, покрывающие все тело, потому что язвы – это одно из наказаний, которые приходят за лошингору. В Геморе Эркин, на Дафи Тедзайному Талиф, Гемора приводит, за что приходят всякие вещи, и ныгоям приходят за семь вещей. Семь вещей, из-за которых Всевышний наказывает ныгоям человека. Одна из этих вещей – лошингора. Вот, поэтому Ксиль своим ксильством приводит человека к лошингоре. Я не знаю, сделаем мы это или нет, у меня уже нет времени, но, может быть, следующее занятие я начну с того, что я чуть-чуть закончу этот пасук, потому что мне хотелось посмотреть, как Радак и Мальбим объясняют Дгилем в псалмах про лошингору, как это связано с тем, что здесь говорит Шлам Амэлла. Скорее всего, следующий урок мы с этого начнем. Таким образом, мы дошли до пасука Зайем, более или менее, и всего доброго, до новых встреч в эфире. Шаву Атов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok